Добрый день! Меня зовут Люба и я рада приветствовать вас на своем канале Любопытный Нос. Сегодняшнее мое видео я посвящаю чайным ароматам. Я давно хотела вам о них рассказать, но все как-то откладывала. А тут так получилось, что погода у нас такая стоит ветреная. И то ли лето еще не наступило, то ли весна еще не закончилась. В общем, такое прохладное-прохладное лето, я бы сказала. Или такая поздняя весна. И мне кажется, что в такое время чайные ароматы очень красиво звучат. Но речь пойдет не о чайных ароматах, конкретно чайных. То есть есть ароматы, у которых в названии есть слово чай. Там зеленые чаи, арденовские, еще какие-то чаи, там чашка чая или время чая. У меня будут ароматы, по-моему, только в одном из моих ароматов есть в пирамиде чай. Во всех остальных я ощущаю это как... Но это мое такое... только мое мнение. Это очень субъективное. Я никого не призываю покупать эти ароматы в качестве чайных. Просто если вдруг вам нравится вот эта нотка чая, черного чая, я подчеркну, черного чая, и вот вы ее где-то улавливаете и хотите повторить, или хотите ее еще где-то понюхать, то, может быть, мое видео вам будет интересно. Потому что такое чайное, как послевкусие, чайный немножко какой-то нюанс, или такой аромат сухого чая, который вот насыпают только когда заваривают, дают очень многие ноты. И, как мне кажется, немножко такие нестандартные, то есть не какое-то отношение к чаю они опосредованно имеют. Ну вот, например, для меня слабый такой легкий аромат чая, запах чая будет в ароматах в духах с нотой почули. Я думаю, что многие согласятся, что почулиевый аромат в той или иной степени звучит немножко чайно. Если там есть цитрусовый, допустим, то будет у вас ощущение какого-то чайного напитка с лимоном. Если там будет ваниль или бобы тонко, то это уже будет какой-то такой более насыщенный, густой чай. Бобы тонко могут дать какую-то немножко такую копчено-сушеную нотку чая. Но я еще раз говорю, это только мое восприятие. Единственный аромат, который у меня есть, вот из тех сегодняшних, которым есть чайная нотка, это у нас Black Perfecto La Petite Robe Noir от Guerlain. У меня в парфюмированной воде. Это Eau de Floral, Eau de Parfum Floral. Вот так написано. Кстати, несмотря на свою кажущуюся тяжеловесность такую и по оформлению флакона, коробочки, по названию, вообще такой черный-черный флакончик, этот аромат не кажется мне настолько плотным, настолько уж каким-то густым и убойным. Мало того, я даже не сказала бы, что он какой-то безумно стойкий. Но есть в нем та самая приятная нотка чая. И пусть это будет у нас чай с вишневым вареньем, потому что есть здесь нота вишенки, как во всех черных платьях, лакричник и какая-то древесность легкая такая ощущается. И в общем-то в этом аромате в нем есть нотка чая. И такой как, ну вот так скажем, если у вас чай без сахара, без лимона, от него такой исходит порог, пар идет от чашечки, и вишневое варенье. Либо как вкусово, как вот по вкусу вы ощущаете во рту, если запивать вишневое варенье, вот этот сироп, сладкий чай горячим, вот тогда получится такое интересное сочетание. Аромат люблю, ношу. В нем есть нота кожи, которая хорошо совмещается с какими-то кожными вещами, кожными аксессуарами, ну и в общем-то с чем угодно. Для меня как раз этот аромат может быть больше кэжуал, нежели какой-то такой под вечернее платье, или вообще под какое-то платье, или под одежду какую-то, которую, ну, задумываешься, когда одеваешь. Нет, его можно носить с чем угодно. Следующий такой еще момент. Вот давайте по почулиевым пройдемся ароматом, потому что еще поясню, какие ноты, как мне кажется, дают чайный запах или чайный аромат. Это каботин, каботин голд от Мадам Гре. Это почули, роза, белые цветы, жасмин, там, по-моему, ветивер. А это легкий такой чаечек, так его можно назвать. Этот аромат немного напоминает куку Мадемуазель. Но если в куку Мадемуазель от чули и вот такой он, как бы, более густой, более такой насыщенный, то этот аромат, он полегче. И за счет ветивера как-то попрохладнее. Цитрусовые ноты есть. Вот он немножечко уходит в такую цитрусово-ветиверную, вот в эту свежую часть, в такую свежую сторону. Очень его люблю, ношу. Он довольно универсальный. Зимой и летом можно носить. И вот эта приятная нотка, может быть, прохладного черного чая с лимоном и с сахаром, вот меня не покидает ощущение, что этот аромат, есть в нем что-то такое чайное. Следующий такой аромат, это у нас соевый эликсир от Ивроше. И вообще, именно тот, который просто, соевый эликсир. То же самое, пачули, которые дают сладковатую такую чашечку чаю. Я думаю, не нужно про этот аромат даже много рассказывать. Многие его знают. И когда вы его вспомните и понюхаете, вы поймете, о чем я говорю. Это вот такая не сухая заварка, не крепкая, а вот именно такой сладкий чай с какими-то цитрусовыми. Это у нас соевый эликсир. Классный, хороший аромат. Довольно давно, по-моему, уже выпускается. И до сих пор интересен и актуален. Еще, как ни странно, ноту чая, вот такую чайную какой-то нюанс, ароматом может давать, как мне кажется. Роза. Иногда какие-то пряные пряности, зеленые травки. Вот типа базилика. Может давать немножечко чайную какую-то. Как я уже сказала, бобы тонко. Такую копченость чайную. Бывает иногда какая-то нота табака или какая-то такая древесная, которая дает ощущение чая, как заварки, как свежий, вот когда только сыпете. Или когда насыпаете, еще кипятком не заливаете. Или когда вот это вот банки в магазине с чаем. Ну, давайте вот так вот, если черный чай, просто без отдушек, то это же немножко будет даже какая-то такая табачная нотка. Вот у меня есть Эдегага от Леди Гага. Здесь в пирамиде у нас лайм, кожа, фиалка. На самом деле это, вот кто у меня спрашивал, это такой очень интересный современный шипр, я бы сказала, кожаный шипр. Но на старте, когда только его наносите, когда он еще не совсем перешел в фиалочку, когда он еще не запудрился. Вообще аромат безусловный такой унисекс, может быть даже немножко не дотягивает до, иногда не дотягивает до женской какой-то стороны этого аромата. Но, в общем-то, есть в нем что-то одеколонное, но, в общем-то, он может выдавать и красивую фиалковую пудру. А так, вот это вот то, что я говорю, сухая заварка, немножко такие табачные нотки. Это кожа и вот такой какой-то сухой чайный оттенок. Очень красивый аромат, очень мне нравится. Необычный, нетривиальный, что-то в нем такое есть. Вот для любителей ароматов с нотой кожи, очень даже рекомендую. Кожа здесь отличная. Следующий аромат, который у нас Дэнж, Дэнж Роуз от Блю Марин. Здесь у нас роза, здесь присутствует роза и базилик. Ну, как основные ноты роза и базилик, там много всего разного. Очень красивый флакончик, вот такой черненький. Вот это вот у нас как форма кисточки. А здесь получается так, что роза не уходит в такую помадность. Вот как бывает иногда розовый аромат, они же тоже все разные. Из-за того, что есть довольно свежая нота вот эта базилика, есть ощущение какого-то чая. Или это черный, или может быть черный и зеленый. Вот если так вместе как-то смешать. Но есть какой-то чайный нюанс. Не сильный, не конкретный, не вот такой, как интенсивный. Но какой-то слабый-слабый чайный нюанс. Когда вы просто описываете аромат, если вы не знаете, какие у него ноты, вот вы нанесете его там себе в магазине или где-то на руку. И первое такое ощущение, далеко не все смогут определить базилик как ноту. Тем более, если это в общем-то аромат не совсем зеленый и свежий, то будет такое ощущение, что ага, какие-то чайные, чайные нотки какие-то. К таким ароматам, кстати, относятся вот у меня это Монгерлен. Я думаю, можете что угодно как бы говорить, что нет-нет-нет. Он про ваниль и лаванду. Безусловно, он про ваниль и лаванду, и про чай с лимоном. Ну вот, есть у герленов, герленовских ароматов, какая-то вот эта вот цитрусовая база. Или цитрусовая такой, цитрусово-ванильная ДНК. Которая в некоторых сочетаниях, если с какими-то древесными нотами, или как здесь вот с лавандой, чуть-чуть-чуть-чуть, когда это намешалось, то дает какое-то такое вот капельку немножко чая, чайного аромата. Опять же говорю, это только мое восприятие, субъективное. Я, например, здесь слышу, кроме ириса и в обув тонко, какую-то немножечко и вишневую такую нотку. Ну, это мое. То есть это, ну, допустим, если это чай, немножко где-то вдалеке, и какой-то лимонно-вишневый, ванильный, что-то такое, десерт какой-то, или пирог, или какой-то десерт, вот что-то такое сладкое, но вы понимаете, что где-то в стороне стоит чашечка чая. К таким же ароматам тоже относится синема от Yves Saint Laurent, который я недавно приобрела, очень рада. Ну, а это безусловный такой запах, аромат чая сладкого с лимоном, с сахаром. Да, здесь какие-то есть миндальные ноты, цитрусовые и ваниль. Очень уютный чай. Это очень уютный аромат, который, да, относит нас к какому-то домашнему времени, к каким-то домашним посиделкам за чашкой чая, или за каким-то десертом. И вот это вот то, что просто ощущение, настроение, витающее такое в воздухе, какое-то расслабленное миндально-цитрусовое. И чайное. То, что можно сказать, вот как чайная пауза какая-то. Вот. Ароматов на самом деле не так много, но очень я хотела с вами поделиться таким своим мнением, потому что есть какие-то нюансы в ароматах, есть какие-то общие нотки, которые вот кого-то притягивают. Кто-то любит чистые цитрусы, такие кислые. И будет их искать, может быть, даже там, где нету, в белоцветочности, или в каких-то там, в туберозе, почувствует какую-то цитрусовую составляющую. Кому-то нравится пачулик. Кто-то очень любит розу, или кто-то будет определять чётко и выискивать ещё какие-то сладкие, там, допустим, нотки карамельные. Может быть, там карамелей не будет, а будут бабы тонко. Вам покажется, что есть какое-то ваше любимое направление. Так и здесь вот с чаем это то, что мне нравится. Это то, что мне приятно. То, что мне приятно носить на себе. То, что это не очень крепкие, крутые пачули. Или это, допустим, не сильная такая свербящая роза. Или если это дымный аромат, то не настолько такой вот терпкий, дымно-ладанный, а какая-то слабая такая дымность, копчёность есть. Вот разные нотки по-разному звучат. Что-то нам нравится. Нравятся какие-то их сочетания, которые, в общем-то, вот дают такую. Посмотрите сами, может быть, у вас найдутся такие тоже какие-то любимые ароматы с какими-то необычными нотами, с тем, что вам кажется, а этого на самом деле нет. На сегодня это всё. Я была очень рада с вами пообщаться. Пишите комментарии, пишите свои впечатления. Ещё раз подчёркиваю, это моё субъективное мнение. И если вы здесь не почувствуете чай, ну, значит так. Может быть, он вам просто нравится, этот аромат от чая вы не ощущаете. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok